Привет, любители Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Это Брюсов переулок, и вот на этом переулке находится еще один храм Пресненского района в честь воскресения Славущего на Успенском вражке. Ну, а сам переулок, он был назван в честь Александра Брюса, довольно известного деятеля той эпохи, да, и который здесь жил Александр Брюс. Он был племянником, с подвижника Петра Первого, Якова Брюса, то есть это не по Якову Брюсу, которого в основном все знают, да, а это именно был Александр Брюс. Ну, его сын был, кстати, тоже Александр, и, кстати, Яков тоже, Яков Александрович, получается, да, он тут, у него была здесь усадьба, так называемый Брюсов дом, но на части он сохранился, хотя и с перестройками. Но вообще изначально переулок назывался Воскресенским, именно по этой самой церкви Воскресения Славущего, вот, который в этом переулке и находится, то есть его древнее старое название, именно Воскресенский переулок. Еще называли Набражский, ну, потому что, собственно, храм этот находился на Успенском вражке, то есть на краю глубокого вража, по дну которого протекал одноименный ручей, Успенский ручей. Вот, церковь была, так сказать, на Успенском вражке. Ну, вот, и, ну, видимо, первая церковь была Успения, ну, и, соответственно, вот, там был Успенский ручей, который был притоком реки Неглинный, вот, который тоже, сейчас она, так сказать, в трубе, ну, как и этот ручей, ну, этот ручей уже давно вообще засыпан, а речка Неглинная в трубе. Ну, раньше-то все уже открыто протекало, поэтому вот протекал Неглинная, рядом вот ручеек протекал, такой вот Успенский вражек, и вот на его берегу, собственно говоря, находилась вот эта вот церковь Воскресенье Славущего, которая была построена, ну, скажем так, в середине 17 века, хотя с тех пор от нее, ну, сохранилась только лишь основа. То есть такая основа, да, как обычно, бывает, четверик сохранился, вот, хотя, на самом деле, так сказать, еще до этого, еще до 17 века, тут еще в 16 веке была деревянная церковь, ну, потом она, как часто бывает, загорела, ну, и построили вот в 17 веке новую церковь, которая, собственно говоря, с тех пор здесь и находится, вот, но она, конечно, с тех пор много раз перестроилась, обновлялась, как тоже часто и бывает. Так что, в общем, церковь ее строили в несколько этапов, древнее ядро 17 века, ну, а остальные, соответственно, уже там разные пристройки, там, трапезная, колокольня, они не сохранились с тех пор, и они уже 19 века, вот, ну, в общем, скажем так, вот, где-то с 19 века, с конца 19 века, если быть точнее, вот, с тех пор как раз вот эта церковь уже есть. То есть, грубо говоря, вот, все, что мы видим, это такой конгломерат построек, да, который в итоге посложился единый ансамбль, это все вот с 17 по конец 19 века. Ну, здесь вот, так называемый сквер Ростроповича, ну, назвали его так где-то лет, может, 10 назад, потому что здесь неподалеку жил композитор и пианист Мстислав Ростропович. Ну, не знаю, как вы относитесь ко всем этим вещам, но я вот это все пиликанье и дирижер, я все это не очень, вообще классическую музыку я не люблю, поэтому мне все эти композиторы, они не близки по духу, вот, я как-то больше современную слушаю музыку, а классическую я от нее очень далек. Ну, вот, кстати, памятник Мстиславу Ростроповичу, ну, сквер такой себе, да, больше такая открытая территория. Ну, а вот храм, кстати, очень красивый, при том, что он никогда не закрывался, поэтому он очень красивый. Это вот четверик с тремя алтарными выступами, как часто бывает, вот, и одной главой, видите, одна глава на барабане, и трапезная, видите, и трехъярусные колокольни. Вот такое, ну, типичное, да, построение, в общем-то, для храмов. Аграда с воротами, кстати, тоже конца 19 века. Вот, ну, и красивый очень декор этого храма, потому что она все-таки древняя, старая, и такие полукруглые завершения, ниши, угловые пилястры, можете видеть, с полуколонками, вот, и также полуколонки на барабане тоже есть, вот, наверное, все плохо видно, но тоже они там есть. Вот, ну, наличники на окнах и видны тоже здесь, ну, как часто бывают, такие вот белокаменные, красивые. Видите, она такая тоже, цвет очень красивого, она такая розово-красная, такой розоватый цвет у нее, розово-красный. Вот, кокошники тоже есть, кокошники, это всегда красиво. Вот, и интересно, что также вот в этих вот, в полукружьях кокошниках изображение святых, вот это очень такое, видите, он, кокошники, и внутри них находится изображение святых. Это вообще довольно редкий. Обычно же просто кокошники. Там не бывает несколько рядов. А там еще и такие вот иконные изображения красивые. Ну и четверик он завершен таким широким антаблиментом. С этими как раз вот кокошниками. Ну и дальше идет цилиндрический барабан. Украшенный аркатурой. Ну и уже дальше главка. Ну и трапезная она обработана такими овальными пределами. А пределы здесь Николай Чудотворца и пророк Елисея. Ну Николай Чудотворца может это все более-менее понятно. А вот почему пророк Елисея? Потому что здесь рядом когда-то был храм пророка Елисея. Ну известный такой ветхозаветный пророк. Вот. Который много чудес сотворил. Ну и вот этот храм сгорел в пожаре 1812 года. В пожаре Москвы когда Наполеон пришел. Ну и вот так сказать на память об этом храме. Который когда-то здесь был. Вот теперь предел в этом храме. Ну вот видите какой красивый храм. Видите два предела здесь вот справа и слева. А это вот главный собственно престол в честь воскресения славущего. То есть фактически воскресение. Это вот такое слово славущее. То есть так называемое воскресение. Потому что это собственно говоря назван в честь освящения храма. Воскресение Христова. В 335 году. При Константине Великом Эзотийской Императоре. Над гробом Господним. Собственно. От которого воскрес Иисус Христос. Которому его положили. После распятия. И с которым он воскрес. Вот. Поэтому. И вот это на дне поставили храм. Освятили его в 335 году. И вот в честь освящения. Это так сказать установили такой праздник освящения этого храма. Который назвали еще воскресение славущее. Так называемое воскресение. Ну по сути воскресенский храм. Тут в этом храме много святынь. Поскольку он не закрывался. Во-первых росписи красивые. Масляные росписи. Это иконостасы все 19 века. Иконостас 19 века. Лепной орнамент есть. Иконы. Утверть 17 века. И даже века есть. 18-19. Вот. Ну вот это иконостас. Вот центральный. Да. И это в основном 19 век. Ну так же как и боковые. Это все в основном 19 век. Ну и чтимые иконы есть. Есть и старые иконы. Вообще Никола Можайского есть 16 века. Иконы пророка Елисей 19 века. Иконы Божьей Мать. Изыскания погибших. Тоже с самого начала 19 века. Мученик Кустина Философа 17 века. Ну более уже новые иконы. Спиридона Тремифунского. Апостола Иоанна Богослова. Савва Старожевского. Знаменитого основателя. Саввина Старожевского монастыря. Это сейчас в Звенигороде находится. Дальникам многие посещали этот монастырь. Ну вот видите. Вот это как раз пророк Елисей предел. Получается правый. Ну и здесь непонятное дело конечно службу бывает каждый день. В воскресенье даже бывает две литургии. Ранее и в 10 утра потом. Вечером бывают службы. Утром духовенства много здесь служат. Ну и помимо обычных литургий и вечерних служб тут бывает и молебны с Акафистами. В частности вот в воскресенье читается Акафист как раз вот иконе Божьей Матери взыскания погибших перед ее образом старым. Во вторник Акафист Перидону Тремифунскому. В среду Божьей Матери читается. В серг Святом Николаевича Докворца которому посвящен один из пределов. Ну в пятницу Иисусу Сладчайшему читается Акафист. Вот здесь Также рядом находится и воскресная школа. Бывают и древзорозы занятия по изучению священного писания. Паломнические поездки разные бывают. Ну кружки как обычно здесь. А это вот предел как раз Николая Чудотворца. Вот он. Храм очень старый. Ведь он не закрывался. Хотя попытки были его закрыть. Предпринимались в 30-е годы. Ну это как часто бывает. Но отстояли его. Потому что здесь люди живут и жили и живут непростые. Многие актеры так сказать композиторы разные. Артисты. Ну то есть буквально первый можно сказать круг людей которые очень приближены к власти всегда были. Ну сейчас может быть конечно и в принципе кто угодно здесь может жить. Понятное дело что не бедный человек. Как правило все таки люди не бедные. Тут живут в любом случае. все конечно дорого здесь и квартиры и вообще все оплаты. Но все таки. А раньше то тем более тут давали только избранным людям. Поэтому вот они отстояли этот храм. Вот. И в итоге все таки власти его не закрыли. И более того сюда даже вот привезли многие иконы и частички мощей святых и закрывавшихся по соседству храмов. Вот. Росписи тоже есть тут в храме 19 века которые потом дополнялись уже росписями художника Федора Нестерова в 340-е годы. Ну и в храме прошли в советское время даже были реставрационные работы. Но это уже было в 60-е и 70-е годы. Вот такой храм. Вот видите со стороны Брюсова переулка по-прежнему но уже с другой стороны. Там вон площадь Ростроповича осталась. Ну и здесь вот хорошо как раз посмотреть. Вот обратите внимание. видите наличники хорошо видны. Вот видите кокошники внутри которых находятся иконы изображения. Это вот как раз есть вот трапезная. Причем видите она двухэтажная что интересно. Это вообще довольно редко. Бывает обычно трапезная обычно это двухэтажная. Ну и вот там этапсиды вот видны. Вот они. Видите. То есть главный соответственно предел престол. и два предела Николаевича Творца и пророка Элисея. Вот они видите. Трехчастная апсида такая получается. Ну и там еще рядом находится кстати здание служебное которое было построено в 80-е годы рядом с храмом. Так вот двухэтажный корпус по ту сторону там находится раньше было еще когда-то хозяйственный корпус когда-то в 19-е веке был построен но потом его снесли скажем так и уже появился другой новый корпус там где и крестильный и столовая там да и в общем всякие служебные помещения склады и всякие в общем службы храма вот и причем тот таскать корпус он связан с храмом подземным переходом вроде как ну и вот это все дома здесь они в основном такие композиторские дома театральные дома то есть такие называются дома композиторов дом мхата тут есть тут такие все дома непростые как дом художника то есть таких ну как раньше говорили интеллигенции сейчас как-то такое слово редко употребляется раньше говорит интеллигенция то есть дома культуры да вот так вот еще называли ну потому что рядом вот если мы чуть пройдем там как раз тверская улица находится вот и вообще даже считал что это было едва ли не ближайший храм который кремлю кремлю так саму центру нашего города который не закрывался советское время остальные были закрыты здесь вот в окрестностях то ну а вот этот храм он не закрывался но не знаю насколько это правда но во всяком случае то что один из самых близких кремлю это точно может быть даже и самый тут действительно кремля рукой подать вообще если так по прямой линии то это грубо рядом всего меньше полкилометра наверно там буквально метров может 300 до кремля всего отсюда от этого пилка но 300 400 может вот так где-то совсем недалеко ну другой разговор что здесь кажется есть так по линейке прочертить так пока пройдешь пока туда пока сюда так можно конечно пройти чуть не километр но это если так вот припетлять да по разным переулкам улицам а по прямой здесь недалеко вы увидите какое-то старое здание уже давным-давно находится в таком состоянии что ты непонятно что с ним делать наверно какой-нибудь в лепет дом потом и вот она собственно тверская улица причем видите она интерес начинается через как бы ворота такие вот да то есть какое-то оформление интересное сделала через такую арку раньше она такое в оформлении был довольно типичным такой вот дом тверская 9 там же министерство науки находится слева там справа красный дом по тверской 9 построена сорок девятом году но такие вот монументальные еще сталинки до строили в столицкий вампиров такие вот дома и вот прям проезд такой через арку вот собственно тверская ну здесь в принципе до метро театральная охотный ряд рукой подать буквально там тоже метров может 300 400 отсюда до новых встреч